здравствуйте глубоко уважаемые любители лайнерного спорта так сегодня у нас длинное видео я не знаю я одно уже записала получилось очень длинная очень сумбурная поэтому сейчас хочется записать что нибудь поменьше покрасивее и просто я хочу поговорить о про скольжение что такое скольжение я много раз просили по скольжению чуть рассказать вот рассказываю про скольжение это когда у нас планер летит он обтекается воздухом и вот соответственно от ниточка которая хороший индикатор скольжения если планер летит хорошо ровно прямо все в порядке вот как сейчас тот скольжение нет убегающий поток идет по оси планера а если не так например вот смотрите сейчас набегайте поток справа борта заходит да я заменяю слева борт вот это есть скольжение то есть когда планер обтекается сбоку у него но вот движение вот туда или идет планер стоит боком к направлению движения чем плохо вот такое положение ну смотрите я сейчас увеличу это скольжение и вы увидите как стрелка вариометра вниз пойдет мы сейчас очень сильно очень сильно снижаемся пока не сильно вот вариометр только-только ожил здесь восходить потоки некорректная подача вам видео но поверьте вот он скольжение снижается потому что он летит плугом раком боком и вот это все плохо но когда-то плохо когда-то хорошо если например у планера нашего откажутся воздушные тормоза которые мы используем для того чтобы ухудшить качество планера то выполнение скольжения сейчас я даю правую ногу и ручку влево вот-вот и наклоняю нос планера вниз и плечу вот у нас скольжение причем не смотрите на стрелку которая показывает 200 она врёт потому что индикатор скорости не работает его вышибает уже таким сильным скольжением вот смотрите еще раз скольжение вот вот мы скользим стрелка на 5 метрах вот так можно в принципе если отказали воздушные тормоза или например ошибочный расчет на посадку сбросить высоту и тогда скольжение полезно а так в общем то скольжение как правило как правило я потом скажу один из вариантов когда скольжение полезно так вот обычно скольжение это большой большой вред потому что ухудшает ординамику планера и планер летит хуже мечем ординамическими качествами это нам не нужно и так как скольжение возникает но причем здесь несколько может быть ну во первых просто турбулентность вот мы летели 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 воздух на нас протекает ровно и вдруг изменение ветра из ветер порыв ветра какой-то пришел и бац у нас уже появилась скольжение ну это скольжение можно убрать всегда здесь есть простое правило нитка тянется к педалю то называю правую педали и тянется нитку нос планера поворачивает вправо эти поток двигать слева и на и час левую педаль дал видишь поменялось вот нейтрали оговорка нитка тянется к педали помогает вам не думая дать нужную педаль а шарик боится на не слушать индикатор и без шарика и так турбулентность первая причина это бывает вот мы летим ровно настроили планер все красиво бац скольжение появился бывает турбулентность вторая причина у нас работа педалями то есть мы решаем педалью повернуть нас планера зачем-то вот взяли повернули естественно возникло скольжение что мы носка повернули а планер бутяга не повернул вот но иногда это нужно специально ну когда вот специально вызвать скольжение москва его вызываю до педалями но как правило в полете скольжение не нужно поэтому но она педали вызывается есть как же не вызывается ручкой вот смотрите сейчас убрал ноги с педалей не работаю и даю ручку вправо например эти возникло скольжение соответственно она потом уменьшится если вы летать дальше по кругу то у нас же все-таки есть и и он это скольжение уберет но в начальный момент вот она возникает и она довольно ощутимая вот здесь от просто спираль продолжу видите что скольжение почти все купить и все планер выровнялся на начальном моменте она была потом раз выровнялся сейчас это летит я даже его ноги и ногами не руками не управляю все прекрасно и заметьте в этот момент какое скольжение чуть-чуть нитка наружу биража стоит вот это думаю на это внимание еще обратим пользу и так почему сейчас возникло скольжение при работе ручку с педальми это все понятно педаль ему что делаем мы рулем направления правую педаль даю руль направления разворачивает планер от нос планера вправо а почему же ручка вас это вызывает и могу сказать что налетом 117 часов на планере за первый свой сезон я так и не узнал почему же потому что я задавал вопрос вы просто пускать же не возникает при работе русской любит ну возникает некординированный разворот нам почему он некординированный просто педаль не даешь а почему а почему она возникает мы просто педаль не даешь потому что вот и кардинированный ворот вот потому-то это просто было какой-то бич потому что я почитал технический стал по планерам читал и вот реально можете смеяться там наверное настоящие российских планилисты будут смеяться над этим ну хотя может быть они сами не знают некоторые почему возникает скольжение и вот подлетав год я попал во францию в альпы и купил книжку французского обычный учебник для первого году и на третьей странице в углу грамм не знаю на 3 главе было описано почему же скольжение возникает это настолько просто до столь понятно что не понимаю почему никто не сказал мне за целый год такого ни разу с учетом того что я на следующий год уже там все соревнования выигрывал вот при этом вот такой простой вещи не знал и так почему когда мы даем ручку вправо например час левое крыло поднимается право опускается возникает правый клиент так вот на левом крыле сейчас подъемные силы было больше момент подъема а на правом меньше разная подъемная сила соответственно разное сопротивление крыльев и вот я сейчас еще раз на делу смотри сейчас левое крыло тормозить сильнее и именно она тащит нос планера влево вот этот момент возникает только в момент когда мы создаем разную подъемную силу на крыльях вот опять эту другую только сторону видите вот все всего лишь на крыльях разное сопротивление это сопротивление вращает планер все просто как апельсин соответственно чтобы этого не было вот когда чтобы не было скольжение в развороте мы даем ногу все следую ручку влево одновременно ногу видите скольжение нет потому что руль направления компенсирует в данный момент разное сопротивление крыльев все очень просто тут что нужно понимать что ну скольжение вредно их лучше не делать и в потоке естественно набирать когда мы работать так чтобы скольжение не возникало поэтому координированные развороты когда вот ниточка по центру все красиво это очень правильно очень хорошо и нужно их уметь делать к этому вопросов нету но тут надо понимать что как дальше так правильно сказать попробую сейчас формулировать от места вырежу конечно потому что я туплю сейчас и хотел сказать что часто некоторые пилоты недооценивают работу ногами что нужно ногами работать с ручкой а некоторые ну переоценивают наверно даже такого не видел часто недооценивают у меня был как-то в ладикавказе инструктор который летчик истребителя и их там не учили ногами рулить совсем ну на взлете да дальше про ноги забыл в принципе на самолетах часто ногу стараются как можно меньше по разворотах использовать потому что потому что срыв потока возможен и так далее сейчас про это поговорим побольше но под для планериста ноги это крайне важно то есть без ног координированный поворот разворот не получится еще здесь внутри на еще здесь какой нюанс что для самолета не столь актуально вот эта работа педалями и координированный этот разворот просто потому что крылья значительно короче вот этот момент который возникает разная подъемная сила разность на крыльях он не настолько на самолете ярко выражен а на планере очень ярко выражен поэтому например когда я учился летать на ультралайте мне всегда мой институт куда-то столько ноги давить меньше меньше у каждого дать нам врату свое так сказать количество ноги вот теперь можно перейти к тому что скольжение того что-то бывает плохим и хорошим хорошее скольжение в данный момент вы наблюдаете когда поток набегает со стороны более медленного крыла правое крыло шесть медленно летит левая быстрее и условия для работы правого крыла значительно хуже вот если я сейчас начну уменьшать скорость то вот в таком положении вряд ли планер сорвется в топор потому что он просто пытается разогнаться и так далее увеличить крен а вот если наоборот сделать например вот смотрите правую ногу я даю ручку на себя и вот данный варианте вот вот вы подсорвались планер пытается сорваться в топор вот и вся разница то есть скольжение получается спирали значительно отличается друг от друга то есть если вот со стороны внутреннего крыла медленного то это будет я бы так назвал хорошее скольжение пацану лучше будет таким потому что совсем без скольжений ну не всегда получается летать а вот такое скольжение будет плохим и почему такое скольжение возникает потому что ученики часто пытаются повернуть ногой не знаю что типа ногу правую дал но справа вроде как повернул вы в развороте вроде как даешь ногу если они в процессе работы в потоке оставляют ногу нажатой то возникает вот это неправильное скольжение и опять же это скольжение еще чем плохо тем что у нас сейчас пытается планер опустить нос мне приходится избыточно давать ручку на себя и у планера пытается увеличиться крен потому что внутреннее крыло обтекается хуже значительно чем внешнее и пытается опуститься а внешне пытается подняться так называемый индуцированный крен вот перебрали пойдем в сторону и вот этот вот индуцированный крен тоже в общем-то мешает его приходится фонировать ручкой видели как ручка была сильно наружу виража дана вот вам немножечко про плохое и хорошее скольжение итак я вам все сказал практически что хотел наверное сейчас немножечко покажу про вот это скольжение как она может влиять на трех потока например в четвертом развороте когда маленькая скорость по какой-то причине пилот не всегда опаснее всего потеря скорости стопор на четвертом развороте когда высоты нет так как ну и на первом когда только взлетел так как правило планеры всегда достаточно высоту чтобы выйти из стопора но и нужно понимать опять же что в горах высоты часто не бывает над рельефом там тоже если 100 метров над рельефом это состоит четвертой разворотной посадки и так почему скольжение плохо на четвертом развороте и вообще как она нас не влияет посмотрите если я сейчас вызову скольжение точнее не так я лучше сначала потеряю скорость вот по какой причине мы потеряли скорость например смотрели как там полоса задрали нос порыв ветра еще чего-нибудь и вот планер мой все-таки летит еще пока но ведь он летит пока нитка ровно а теперь вдруг я решил ой вроде как пора поворачивать дамка я педаль шпок педали шмяк планер стопор сорвался потому что вы возникло скольжение что педаль вызвало она вызвала разворот носа планера вправо я давал правую педаль соответственно набегающий поток пошел слева затянил правое крыло правое крыло было в тени аэродинамические 50 пизеля же условия работы крыла ухудшились и произошел свык потока еще раз показываю вот пока ничего плохого не происходит не происходит тут я решаю ведь скольжение сделать вот вот собственно и произошло еще разочек теперь попробуем просто изначально лететь небольшом скольжение и пытаться уменьшить скорость чтоб все-таки эксперимент нас был более такой вот мы летим видите скольжение затенение правого крыла я удерживаю возникновение клеина и сейчас вот при прямой ручке видите я сейчас я сейчас не давал педаль но педаль была дана дана немножечко для того чтобы возникло скольжение до этого я делал классический стопор то есть там подвел потерял скорость дал педали а сейчас просто педаль была изначально ну вот считайте что просто забыл педаль отпустить она сейчас дана чуть-чуть вот сейчас возникнет скольжение вот она она насколько там ну вот не сильно поверьте и вот я уменьшаю скорость уменьшаю уменьшаю мячая планет не хочет срываться качается пока качать оп но ведь он в правую сторону пошел все таки вот поэтому вот опасное скольжение что если дать со скольжением особенно на малой высоте особенно теряя скорость то можно нарваться на такую как у как более ранний срыв потока причем срыв поток то может наступить на час у нас на 80 но есть такая штука перегрузка например сейчас я нос планера наклонил и вот сейчас я вот и создают перегрузку 2 и вот на такой перегрузку на планер может сорваться значительно раньше мы как-то можно посчитать корень там из двух там любители форму могут час залезть и посчитать но скорость растет срыва то есть если она там 80 или 78 на ваш плане без перегрузки это перегрузка смещает срыв назначительно ну на более увеличенную скорость и потом что может произойти еще может произойти потеря скорости не просто за счет того что мы вот нос забрали вот так а вы попали из восходящего потока в бесходящий детский а чаще всего сочетания кучи факторов и вот вот этот вот эпизод четвертым разворотом как он возникает человек летит смотрит а вот он там у нас надо попасть новость полосы надо новость полосы попасть в этот момент задрал нос это задумался так ну вроде как я готов попадай новость полосы и понеслась нелегкая завертелись я сейчас не срывался но сама идея вам весна поэтому чем ты ниже тем выше скорость то есть чем ниже пилот тем больше внимания на скорость ну и соответственно не делая скольжение координированно работая педалями поможет в этом случае сбежать срыва потока просто потому что не возникнет скольжение соответственно меньше шансов что плане сорвется как научить себя работать педалями ну вот я советую во первых понимать процесс что происходит что педаль нужна только в момент работы ручкой смотрите вот ручка сейчас нужно сейчас нет сейчас нужно сейчас нет сейчас нужно сейчас нет то есть я участвовать Педаль с ручкой, педаль с ручкой, нейтрально, педаль с ручкой, нейтрально, педаль с ручкой, нейтрально. Ошибка как раз возникает тогда, когда вот, например, вводим разворот, педаль с ручкой, а потом пилот возвращает нейтрально ручку, а забывает отпустить педаль, поворачивает ногой. И вот прекрасно, кстати, планер, заметьте, как набирает Но нос при этом постоянно опускается У нас руль направления сейчас работает как Частично как стабилизатор Постоянно пытается опустить нос планера Я ручку, смотрите, как на себя даю, сильно И при этом против крена, потому что левое крыло медленно летит и затенено И пытается опуститься, а правое подняться Видите, сколько неприятностей И теперь, оп, меняем конфигурацию Вот правильная конфигурация Знаете, ручка практически в нормальном положении Никаких проблем, все само летит Вот я, смотрите, планер отпустил Поверьте, что если я в предыдущий раз ручку отпустил Это было бы кракозябра какая-то А сейчас, вот смотрите, Даша тоже не рулит, поверьте Да, вот видите, вот у нас планер с автоматическим управлением Конечно, разогнался до 120 Вот сейчас немножечко нос опустил, пытается разогнаться Но вот он летит, и заметьте, как я начинал видео Видите, его веточка чуть-чуть наружу Вот это вот правильное положение нитки Чуть наружу, а не чуть внутрь Если вы видите, что нитка чуть внутрь Вот, Дарья, я сегодня летала Я иногда ругал, говорю, что ж ты делаешь? Почему нитка у тебя внутрь? Что ж ты строишь такое? Ну, иногда, иногда, не часто И она со мной соглашалась после первой версии видео А после второй, наверное, она вообще скажет Ну, это прям самое мудрейшее видео, которое, да? Приписали Так, ну вот, и что я могу сказать? Что вот мы недельку отлетали Я доволен результатами, как работает ручка Как работает в потоках Но я думаю, вот это можно только ученицу похвалить Талантливая и хорошая Ну, посмотри в камеру хоть чуть-чуть там Помаши ручкой Вот Так На этой оптимистичной ноте, наверное А, вот Последний вопрос Как разбить вот эту моторику? Я уже Только что сказал Пониманием процессов Что и как происходит Второй момент Это просто тренировкой И не обязательно тренировку делать в планере То есть в планере понятно Вот Я часто, знаете, вот такую рекомендую Вот летим Я, кстати, тоже не всегда идеально поворачиваю Иногда у меня миска куда-нибудь раком и боком Но главная тенденция, видите Вот я вращаю планер Работаю педалями и ручкой И при этом миска более-менее остается в центре Это хорошо Чем, кстати, лучше скорость Тем легче это все делается На 120 уже не так халявно, как на 150 Вот А на земле можно что сделать? Можно взять веник, например Сесть у камина Не знаю, там у печки, у чего угодно И не обязательно опять же у печки Можно сесть у бара И делать так вот Правую педаль нейтрально Левую Нейтрально Ручку вправо с педалью нейтрально Влево нейтрально Просто приучите себя, что ручка движется всегда с ногой При этом вот смотрите Я даю ручку, педаль Раз И возвращаю Возвращаю То есть каждое воздействие на планер Которое происходит Ну, когда происходит работа элеронами Происходит с ногой Раз Нейтрально Ручку нейтральна Педаль уже нейтральна Опять раз Нейтральна И вот так вот поработав Камина У печки В баре Вы вполне можете приучить себя Правильной моторике При этом Моторика здесь Неестественная для человека Человек не привык одновременно Работать и ногой, и рукой Ну, конечно, когда он там ходит Он машет Там нога туда, рука сюда Рука сюда, нога туда Но это, наверное, как-то для равновесия выработалось Человеку так нравится Но то же самое Можно выработать Этот инстинкт И на планере Это, в принципе, не занимает Чересчур много времени Но дает прекрасный результат В этом случае Качество полета Сильно улучшается Пилотирование улучшается То есть в той же спирали Вы перестаете постоянно Ронять нос вниз Наращивать скорость У вас, в конце концов, лайнер Приходит к тому, что он сам летает в спирали Вот он Встал в спираль, летает И ему просто нужно не мешать Иногда его чуть-чуть подправлять Но этого можно добиться Когда ноги с ручкой работают правее Потому что вот еще раз показываю вам Вот я сейчас нажал на педаль И понеслась нелегкая Вот я сейчас Конфигурирую планер Чтобы вам показать разницу Вот, гляньте Вот Так как не надо летать Вот Ручка, посмотрите, как наружу торчит Диража И как на себя дана Как это все криво, боко, раково И как мне тяжело лететь Вы не представляете, как мне тяжело сейчас У меня инстинкт все вводит Волков, ты маньяк Как же ты платируешь Да это же извращение Хотя смотри, отпускаю И планер сам поменял все Видите Сделает сейчас себе нормальное скольжение Ручка встала по центру Все, планер полетел И полетел правильно Видите? Ничего плохого не происходит Сейчас единственное Он будет раскативать туда-сюда Потому что Ну так получилось Но в целом Он летит хорошо Там Вот Вот это естественное положение планера Является правильным Все На этом это длинное нудное видео Я закончу Рассказывайте Что вам еще записать И вообще полезна Не такая штука И насколько Получается нудно Нужно ли формат уменьшать Потому что хочется рассказать про все и сразу А видите Это занимает достаточно много времени Все До новых встреч Ариуар Мы пошли на посадку Эй Эй Скорее 120 230 240 Можно 240 Домой Давай Отдал ручку Только Аккуратней на скорости А то сейчас стекло Под аппаратом выберем Попали в нестагняк Держи тогда До 200 210 Нормально будет Ух Аккуратно Аккуратно Чем выше скорость планера Тем Ну ты уже почувствовал Это все Тем Плавнее ручка движения Ну сейчас не ручка виновата Видел что ты ее Не трогала Просто влетели В мощный бесконечный поток Ну так бывает Аккуратно 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 Аккуратно